Развитие туристического и аграрного бизнеса обсудили в Толгарском районе. Председатель президиума палаты Атамикен Раимбек Баталов встретился с предпринимателями Алматинской области. Также во встрече приняли участие заместители Акимова области Жены Стуяков и члены областного управления предпринимательства и индустриального развития. Обсуждение работы бизнес-сообщества в Алматинской области новый глава национальной палаты начал с детального рассказа о новых подходах трансформации деятельности Атамикен. По словам Раимбека Баталова, чтобы выработать единую политику, необходимо усилить взаимодействие бизнеса и государства. Бизнесмены также озвучили проблемы строительства и поддержания оросительных сетей. Кроме того, обратились к руководству Нацпалаты и Акимата области взять на контроль реализацию государственных мер по поддержке малого и среднего бизнеса и в связи с экономической ситуацией рассмотреть возможность продления моратория на проверки МСБ еще на три года. На данной встрече основной упор сделан на предпринимателей, занятых в сфере туризма и сельского хозяйства, так как Алматинская область является аграрной. Трансформации основной упор будет делаться на микро и малый бизнес, который остается в тени без внимания, помогать развиваться, увеличивать объемы и помогать расти микро и малому бизнесу. Также большой акцент будет уделен именно повышению компетенций в микро и малом бизнесе, обучению, тренингам. Предприниматели региона выразили поддержку концепции трансформации палаты Атамикен, презентованную на встрече. Кроме того, подчеркнули важность развития отраслевых направлений и поддержки бизнеса в районах и сельских округах. Те вопросы, которые сегодня поднимались с господином Баталовым, они, конечно, актуальны не только для пчеловодства. Это вопросы обучения, вопросы финансирования, доступных кредитов, каких-то инвестиций, субсидий. Ну, достаточно сложные моменты есть. Бывают там несуразицы очень серьезные. Ну, я надеюсь, что после сегодня встречи что-то сдвинется, потому что, прямо скажем, Атамикен показал свою жизнеспособность в пандемию. Многие вопросы, когда возникают по субсидированию, по обучению, мы работаем именно с Атамикеном. И я надеюсь, что с приходом господина Баталова многое изменится, потому что как бы человек из бизнеса напрямую, тем более он, видите, возглавлял сахарный завод, он знает, что такое сельское хозяйство, что такое производители сельхозпродукции. Как отметил глава национальной палаты Атамикен, все поднятые вопросы и предложения по развитию бизнеса будут взяты на проработку с центральным и региональным аппаратом нацпалаты для обсуждения и решения с местными госорганами. Также отмечается, что подобная встреча в ближайшее время планируется в городе Талдыкурган.